МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипет. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Обмен опытом Саров посетили представители комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами Нижнего Новгорода. 86-я годовщина образования Госавтоинспекции. Сотрудников ГАИ поздравили с профессиональным праздником. Шаг во взрослую жизнь в Саровском медицинском колледже прошел выпускной. Далее расскажем обо всем подробно. Саров посетили представители комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами Нижнего Новгорода. Гости и представители Думы и администрации нашего города обменялись опытом, обсудили приватизацию муниципальных предприятий. Приватизация муниципальных предприятий, представление земельных участков многодетным и варианты муниципально-частного партнерства. Саров посетили представители комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами Нижнего Новгорода. Гости из областной столицы обсудили с представителями органов местного самоуправления актуальные вопросы этой сферы. Вопросы у нас очень схожи. И мы поговорили о преобразовании муниципальных предприятий. Так сегодня диктует закон. Мы вынуждены это делать. И мы поговорили о тех формах, в которые эти предприятия могут быть преобразованы. Мы поговорили о земельных отношениях. В отличие от Нижнего Новгорода, зато земля ограничена в использовании. Областная столица – открытый город. И комитет по управлению муниципальным имуществом принимает решение, как поступить с объектом. В последнее время все чаще и чаще выбор падает на вариант сдавать в аренду. Да, мы можем продать все имущество. А что дальше? Муниципальные нужды существуют. Объекты социальной сферы есть. Где нужно размещаться, это нужно. Да, мы ставили одно время на упор. И это самое главное – поступление неналоговых расходов. Но на сегодняшний день мы анализируем и считаем, что все-таки часть имущества необходимо оставлять в муниципальной собственности. Поэтому идем путем консионных соглашений, арендных отношений. Что касается преобразования муниципальных предприятий, в Нижнем Новгороде оно уже идет. Этот процесс запущен не только по указу президента. Больше это веяние времени. У нас уже имеется пример, когда муниципальные предприятия преобразовывали в акционерное общество. На сегодняшний день идем путем преобразования муниципально-бюджетные учреждения. Есть часть предприятий муниципальных, которые как раз готовы в открытом диалоге обсуждать именно по дальнейшему его существованию и целесообразности вообще развития этого направления. Как считают в Комитете Нижнего Новгорода, нужно взвешенно подходить к этому вопросу, анализируя дальнейшие действия. Своим опытом преобразований гости готовы делиться с администрацией Сарова. Также речь шла о вариантах развития присоединенных к нашему городу территорий. Понятно, они у нас определены генпланом, который в соответствии с указом президента вчера был утвержден. Процедура наша завершена. И понятно, их судьба определена. Мы разговаривали в основном, конечно, о селитерных зонах, которые у нас на северных территориях. Мы обсудили там вопросы, какие территории можно. И мы же там планировали и для многодеток в том числе. Вот таким образом коснулись. Также участники встречи обсудили возможность организации имущественного форума, чтобы в кругу профессионалов обсудить инновационные решения и найти ответы на актуальные вопросы земельного законодательства. Все введенные из-за пандемии коронавируса ограничения, включая масочный режим и запрет на ночную работу общепита, снял Роспотребнадзор с 1 июля. Ведомстве пояснили, что это связано с продолжающимся снижением в России и мире интенсивности эпидемии. Так, недельный показатель заболеваемости снизился более чем в 64 раза. Практически все подтвержденные случаи заболевания 93% протекают в легкой форме в виде острого респираторного заболевания или бессимптомно, указали в Роспотребнадзоре. С июля традиционно повысят тарифы на коммунальные услуги. Еще в конце прошлого года правительство установило предельные индексы подорожания для каждого региона. В среднем повышение составит 4%. С ценами за коммунальные услуги в области можно ознакомиться на сайте МУП «Центр ЖКХ». Другая важная информация в подборке коротких новостей. Лишиться транспортного средства могут нарушители за выброшенный из автомобиля мусор. Соответствующий закон приняла Госдума. За первый случай виновный лишится от 10 до 15 тысяч рублей, а при повторном нарушении от 20 до 30 тысяч. На порядок строже наказание для должностных юридических лиц, вплоть до конфискации транспортного средства. Здесь важно подчеркнуть два момента. Право собственности граждан остается незыблемым. В законе речь идет о выгрузке или сбросе именно отходов производства и потребления, а не о яблочном огрызке или окурке, выброшенных из окна. Личные автомобили никто не отберет. Только для должностных юридических лиц предусматривается возможность конфискации транспортного средства, которое использовалось для сбора мусора, уточнил доктор юридических наук Иван Соловьев. С 1 июля граждане, заключившие социальный контракт, смогут получить до 350 тысяч рублей на открытие бизнеса и до 200 тысяч рублей на развитие подсобного хозяйства. В правительстве рассчитывают, что в этом году граждане заключат почти 60 тысяч таких контрактов для начала предпринимательской деятельности и еще около 40 тысяч контрактов на развитие хозяйства. С момента появления и по сей день главной задачей госавтоинспекции остается сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения, обеспечение безопасности и порядка на дорогах страны. 3 июля сотрудники ГАИ отмечают свой профессиональный праздник. По традиции в этот день принято вручать награды лучшим работникам автоинспекции. Подробности торжественной церемонии в нашем следующем репортаже. Первая неделя на рабочем месте. Елена Пантюхина только знакомится с коллективом госавтоинспекции. Девушка в 2014 году окончила юридический факультет ННГУ имени Лобачевского. О службе в органах мечтала давно, но возможность все не предоставлялась. Как только в ГАИ открылась вакансия старшего инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения, Елена сразу решила предложить свою кандидатуру. Я узнала, что это очень интересная работа, большой пласт обязанностей. В основном это работа с детьми, то есть продвижение безопасности дорожного движения среди молодежи, среди подростков, в садиках, в школах. 3 июля сотрудники ГАИ отмечают свой профессиональный праздник. По традиции те работники автоинспекции, которым посчастливилось отмечать свой праздник на службе, надевают в этот день парадную белую форму. Еще одна добрая традиция – награждение лучших сотрудников ГАИ. В этот день в их адрес звучат теплые слова и поздравления. Карьерного роста, удачи, жизненного благополучия. Ветеранов, которых здесь не присутствует, также поздравляю с праздником. А женам, мужьям, сотрудникам ГИБДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД за добросовестное выполнение служебных обязанностей, достижение высоких результатов в служебной деятельности, а также за успешное выполнение особо сложных и важных задач. Коллегам, в первую очередь, как у нас сейчас актуально, здоровье, далее всем продвижение, конечно, по службе, должности, звания, ну и хороших, кто на дороге, хороших водителей, понимающих, ну и кто в кабинетах, тоже граждан. С момента своего появления на свет и по сей день главной задачей госавтоинспекции остается сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения, обеспечение безопасности и порядка на дорогах страны. Канал 16 присоединяется к поздравлениям и желает стражам дорожного правопорядка, стойкости, терпения и покорения новых карьерных высот. В июне со своей «Альма-Матер» попрощались не только выпускники школ. Последнее «Прощай учебе» сказали студенты 4-го курса медицинского колледжа. На выпускном теперь уже дипломированных специалистов побывала наша съемочная группа. В этом году выпуск в медицинском колледже непростой. На долю ребят, сидящих в зале, пришелся коронавирус и дистанционное обучение. Часть из них помогала медикам справиться с пандемией, заменяя работников в регистраторах поликлиника или отвечая на вопрос пациентов по телефону. Со всеми трудностями и испытаниями сегодняшние выпускники справились. Позади 4 года учебы, в прошлом лекции, в прошлом практики, перезачеты, экзамены. Впереди у вас новые возможности. Впереди вам открыты все двери. И только от вас сейчас зависит, как вы проведете, как вы устроитесь в своей профессиональной жизни и какую жизнь вы себе нарисуете в дальнейшем. В этом году колледж закончили 28 человек. Из них одна выпускница, Екатерина Мигунова, получила диплом с отличием. Также ей вручили еще один документ о профессиональной переподготовке по специальности медицинский массаж. Екатерина пришла в колледж не сразу после школы. До этого она уже получила другую специальность и успела по ней поработать. Но в глубине души девушка всегда мечтала помогать людям. Учеба была достаточно интересной и много нового. По сравнению с первой профессией, конечно, это совершенно другое. Было очень интересно. Было здорово. Взаимодействие с людьми, особенно которые требуют помощи, оно оставляет отпечаток. Неожиданный порой, порой с которым приходится справляться, переживать и чувствовать новые эмоции. И в этот момент я осознаю, что это будет продолжение твоей дальнейшей жизни. Екатерина уже получила предложение о работе. В ближайшее время она пополнит ряды специалистов клинической больницы номер 50. А вот Николай Зайцев после окончания колледжа решил не оставаться в городе. С самого детства юноша хотел заниматься медициной, освоить несколько медицинских специальностей. С большой теплотой и признательностью Николай отзывается о педагогах, которые помогли ему начать путь в медицину. Все педагоги любимые, все относятся к нам как к детям, все о нас заботятся. Как бы мы с ними не ругались, это все равно самые лучшие люди для нас. Потому что как они нам помогали, как они к нам относились, это просто что-то с чем-то. Мы думали, будет хуже. С одной стороны, радость, то, что все-таки наконец-то закончил, но с другой стороны, грусть. Потому что, возможно, я не увижу больше этих людей, не увижу своих одногруппников, не увижу преподавателей. Честно, привязался и буду по ним очень сильно скучать. Медицинский колледж привлекает студентов не только учебой. Большое внимание здесь уделяют и внеурочной деятельности. На базе учебного заведения действует волонтерский отряд МИК, который проводит различные акции городского уровня. Также студенты участвуют в спортивных соревнованиях, конкурсах и фестивалях. Восемь выпускников получили грамоты за активное участие в этих мероприятиях. Со своей стороны, активисты подготовили для педагогов творческие номера. Скоро точно будет зачет, если учил, повезет. Выпустив вчерашних студентов во взрослую жизнь, медицинский колледж готов открыть двери перед новым поколением ребят. Перед теми, кто решил посвятить свою жизнь самой гуманной профессии. Набор абитуриентов уже идет по двум специальностям. Сестринское дело на базе девяти и лечебное дело на базе одиннадцати классов. Приемная кампания продлится до августа. Дополнительную информацию можно получить по телефону 54650. В детской библиотеке имени Пушкина отметили день рождения Бабы Яги. Поздравить любимого персонажа пришло около 400 ребят и взрослых. Участники праздника посетили кулинарный мастер-класс от сказочной героини. Творческие мастерские по созданию метлы, пещеру Кощея Бессмертного. И практикум по работе с волшебными предметами. Баба Яга, популярный герой русских народных сказок, хоть и живет в избушке на курьих ножках и устрашает своим видом и домашним интерьером, но все-таки не такой уж и злой персонаж. Пусть сказочная бабушка и не особо гостеприимна, но Иванов-Царевичей и Иванушек-Дурачков всегда спасала, помогала им советом или волшебным предметом. Дружить Баба Яга умеет, поэтому и пригласила на свой день рождения в библиотеку имени Пушкина множество ребят и взрослых. Ребята приготовили для нее и сказочный, и именинный каравай, то есть знаменитая, известная всем игра, хоровод вот такой. Попробовали отгадать загадки Бабе Яге, поговорили о ее друзьях, которые живут вместе с ней в лесу. Ну и затем Бабушка Яга пригласила их на свои площадки творческие, которые она для них устроила. На несколько часов библиотека имени Пушкина превратилась в настоящую сказочную страну. На творческих мастерских ребята смогли сделать тематические поделки и рисунки. Например, из шишек, веточек и хвоя участники смастерили метлу Бабы Яги и даже саму именинницу. Также юные читатели познакомились с волшебными предметами Бабы Яги, проползли по пещере Кощея Бессмертного, прошли по тропинкам сказочной героини, испытали свои физические и интеллектуальные силы в соревнованиях и викторинах. На станции «Кулинарные советы Бабы Яги» дети и взрослые познакомились со сказочной кухней. Сюда приходят детки рисовать тортики на день рождения Бабы Ёшки. Они потом, я думаю, что их вручат, они их раскрашивают, приклеивают свечки. Дальше тут у нас расположен котелок волшебный. Здесь детки варят суп по Бабы Ёшкиному рецепту, который она мне сказала по секрету. Дальше они мне показывают, как варить правильный суп, полезный. И куда же на день рождения без поздравлений? За несколько дней до мероприятия библиотека предложила подготовить имениннице подарок и устроила марафон видеопоздравлений для Бабы Ёшки. А на самом празднике ребята написали на открытках тёплые пожелания для любимого персонажа. Мне больше понравилось, как я мастерила Бабы Ёшку и метро. Мастер-классы. Понравилось, как метелку делать. Понравилось делать клейку с цветочками. Мне понравилось, как делать цветочки. Покажи, какой цветочек ты сделал. Летом в детской библиотеке имени Пушкина проходит много различных познавательно-игровых мероприятий для любого возраста. Познакомиться с афишей библиотеки можно на сайте пушкинкодефиссаров.рф или в группе ВКонтакте, а также по телефону 91735. И это всё, о чём успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте и «Одноклассники». Там же вы найдёте все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Анна Пилипет. Всего вам доброго и хороших вам новостей.